Вот первый квартал, который уже построен, под нашими глазами. Уже 822 семьи переселились. Очень довольны, очень счастливы. Работают и работают. Они все благостроены, все трудостроены. И в основном в строительных проектах, но и в государственных учреждениях, частных. Толи, потом в центре творчества, полиции, медицина. И предпринимательных учреждений. То есть первые этажи у нас уже 300 заявок, 100 мы одолели. Первые этажи нежилые. Общественные, коммерческие, услуги. А вот рядом уже второй комплекс. Мы начинаем его застройку в конце года. Идет конкретировочная работа. Состоит из двух частей. В общей сложности из 653 в квартиру. Это означает 9288 человек. Сейчас сколько? Сейчас 3127. И рядом третий квартал. И здесь 863 квартир. И здесь более 3000 людей приселятся уже к сентябрю. И тому потом будет около 10 тысяч. Около 10 тысяч в городе Физули. А в целом в Физулиенском районе где-то 25 тысяч. То есть мы еще же села восстанавливаем сейчас. 10 сел здесь будет? В этом районе только 10 сел. Ну это город Физули. А другие города что же? Тоже все. Другие города? Да. То есть в этом году где-то 20 тысяч человек мы поселим. То есть мы до конца года планируем разместить до 20 тысяч человек. До конца 26-го года до 140 тысяч. Это наш минимальный план. Но может быть и больше. Тренинги проходят они прежде чем поселяются. С ними проводится работа. Квалификация поднимается. Это вот будет центральная площадь. Административный центр это здание и площадь для административного центра. Ну еще не строили? Нет. Вот прямо напротив нас. Когда начинаете? В сентябре начинаем свой президент. То есть ты уже работать там будешь? Да. Да, да, да. И райисполком там. Все. У нас такой принцип, господин, друзья. Мы хотим, чтобы все государственные услуги сосредоточились в одном месяце, чтобы была доступность. Поэтому и другие органы, и региональные ведомства, и все будут находиться здесь. Чтобы человек не шлялся, про городу пришел. И потом я скажу, Александр Григорьевич, эта модель, которую мы сейчас осуществляем в Карабахе и в Восточном Зангизуре, потом она будет востребована и в других регионах. И в плане городостроительства, и в плане управления, и в плане коммунального хозяйства. То есть это современная модель, которая по существу изменит Азербайджан полностью. Новый облик города Физулевка в последнем стаде. Молодцы мы. Все, молодец. Взяли, да. Вот это мы на 8 месяцев построили. Молодцы. Смотрится нормально, построено по уму. Это главная сейчас ворота Карабаха. Отсюда, на Шушу, дорога. Проект, конечно. Да, он такой компактный. Да, да. Ну хватает этого. Да, конечно. Если надо будет, его будем расширять. Место есть. Но пока он хватает. Международный аэропорт Физулей, он является воздушными воротами. Какая длина полоса? Длина полоса 3000 метров. То есть он позволяет принимать любые виды бортов. В данный момент имеется у нас так же 8 стоянок. Территория 130 гектаров. Имеется огромная парковка перед терминалом. Это вот здесь? Да. Пропускная способность 200 пассажиров в час. Полоса там дальше, да? Там дальше, да. А это перрон? Это перрон, да. 60 тысяч квадратов составляет перрон. Это Зангилан? Он находится приблизительно 110 километров от аэропорта Физулей. В сторону Армении. Также 140 гектаров, 6 стоянок, 60 тысяч. Полоса 3000 метров. У нас стандартный 3000 метров, чтобы принимать широкофизиажные борта. Лащинский пока что у нас на шаблонах, он данный момент на строительстве. Высота там 1800 метров над уровнем моря. Там ни одного ровного места не было. Мы в течение года занимаемся тем, что горы. Вот такие китайцы на горе построили. Сильный высокогорный ревер. Сильный высокогорный ревер. Он будет вот такой вида. Но в принципе, с такого же объема, да? Да, объем тот же сам. 200 пассажиров в час. То есть это приблизительно 1.5-2 миллиона в год. Он будет готов. Наверное, весной следующего года. Таким образом, в Карабанской зоне у нас 3 международного аэропорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова